Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших респондентов. И вот что главное сегодня. Выдающийся государственный общественный деятель, прирожденный дипломат, грамотный политик. С его именем связана целая эпоха в истории Карачаева-Черкесии. Владимиру Хубееву исполнилось бы 85. Обеспеченная государственная общественная безопасность, защита прав и свобод человека и гражданина. Ровно год назад в стране были созданы войска Национальной гвардии России. На сцене драматического театра возведена башня Адиюх. В драматическом театре при полном аншлаге прошла премьера спектакля об истории красавицы Адиюх и отважных нартах. Конкурс чтецов стихотворений великих поэтов. Так студенты Кочеговой и школьники Карачаевска отметили День поэзии. И новость последних часов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с делегацией из республики принял участие в 27-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Главной темой обсуждаемой во Франции – развитие местной и региональной демократии и укрепление межгосударственного партнерства. А завтра в Конгрессе Совета Европы откроются Дни Карачаева-Черкесии, приуроченные к 25-летию образования республики, как субъекта России. Будут представлены социально-экономические, культурные, научные и, конечно же, туристические потенциалы региона, декоративно-прикладное творчество народов, проживающих в республике. 26 марта исполнилось бы 85 лет первому руководителю Карачаева-Черкесии Владимиру Исламовичу Хубиеву. Черкесский прошел вечер памяти, посвященный этой дате. В нем принял участие глава республики Рашид Тимрезов, отметивший величайшую заслугу Владимира Хубиева в сохранении единства и целостности республики. Подробнее Шерифат Лепшокова. В Доме культуры Черкесска почтить память видного государственного деятеля собрались политики, общественные деятели, представители духовенства, соратники и близкие Владимира Хубиева. В фойе каждый мог познакомиться с экспозицией, на которой были представлены фотографии, публикации в газетах, награды Владимира Исламовича. Открыв собрание, собравшиеся почтили память первого главы Карачаева-Черкесии «Минутой молчания». Затем был представлен фильм, подготовленный государственной телерадиокомпанией «Карачаева-Черкесия» о жизни и деятельности Владимира Хубиева. Глава республики Рашид Тимрезов отозвался о Владимире Исламовиче как о мудром, внимательном руководителе. Он выразил абсолютную уверенность в том, что первый глава Карачаева-Черкесии достойно выдержал возложенную на него временем ответственную миссию руководителя молодой республики и сделал много для становления государственности и социально-экономического развития республики. В историю нашей республики имя Владимира Исламовича Хубиева навсегда вошло как имя человека, стоявшего у истоков образования Карачаева-Черкесии. Что очень важно, он также, конечно, стоял у истоков принятия Конституции нашей с вами родной республики, ставшей основой для развития региона на десятилетия вперед. Теперь мы понимаем, каких усилий требовалось, чтобы сохранить мир и согласие в Карачаево-Черкесии в те тяжелые 90-е годы, когда всю страну охватил экономический и политический кризис. И во многом благодаря своей решительности и мудрости Владимир Исламович удалось сохранить Карачаево-Черкесию единой и неделимой. Глава республики отметил также вклад Владимира Хубиева в реабилитацию репрессированных народов республики, восстановление справедливости в отношении земляков, ставших героями в ходе Великой Отечественной войны. На вечере памяти своими воспоминаниями о Владимире Хубиеве поделился герой социалистического труда Датка Кишаев. По его словам, политика отличали простота и внимательность при общении с людьми. Ежегодно он проводил семинары. Именно перед началом весенней полевой работы, перед началом горкой, перед началом трудоемкой работы – это сахар и свеклы. Особенно, когда он разъезжал по нашим полям, он говорит, как я отдохну, какие красивые поля, какие красивые дороги. Молодцы, как трудятся, честны, добросовестно. Я ему говорю, знаете, Владимир Исламович, это ваша заслуга. Я говорю, молчи, таки не говори, это ваша честная заслуга. На собрание к собравшимся обратилась вдова Владимира Исламовича – Зоя Хубиева. 45 лет она была ему верным другом и спутником жизни. Поблагодарив всех присутствующих за добрую память о Владимире Хубиеве, Зоя Кибировна рассказал о его человеческих качествах, интернационализме. Для того, чтобы человек мог спокойно работать, достигал особых высот, для него должна быть опора. Для него надо было создавать тепло, уют, принимать его, ждать его. Мы все делали для того, чтобы было в доме тепло, чтобы было внимание, чтобы он черпал ту энергию, которую нужно было ему отдать, своему народу, Карачаево-Черкесии. Владимир Исламович Хубиев навсегда останется в памяти людей, как истинный государственник и патриот. Он всю жизнь служил своему народу, оставив добрый след на земле. Шрифат Лепшокова, Алибек Ешеров, Вести Карачаева-Черкесия. Войска Национальной гвардии России сегодня отмечают свою первую годовщину. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры в Черкесске. Вначале собравшиеся почти память погибших при исполнении служебного долга минуты и молчания. Командному составу и сотрудникам Росгвардии слова поздравлений с профессиональным праздником передал глава Рашид Тимрезов. А руководитель администрации главы правительства Эльдар Солпагаров выполнил и приятную миссию. Вручил звание заслуженный юрист Карачаева-Черкесии полковникам полиции Марату Цурову и Эдуарду Чумаеву. Были также вручены благодарности и благодарственные письма главы Карачаева-Черкесии отличившимся сотрудникам. Со словами поздравления обратился к личному составу и премьер Асланозов. И также вручил лучшим благодарности правительства. На новую чрезвычайно востребованную структуру возложены важные задачи. В числе которых борьба с экстремизмом, терроризмом, охранным правопорядком, обеспечение личной безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий, охрана важных государственных объектов и других. Уверен, что ваш профессиональный, высокий профессионализм, верно служитному долгу и лучшим традициям российского воинства будут обеспечивать достойный вклад на укрепление стабильности и безопасности Карачаево-Черкесской республики. Итоги работы за год отдела Федеральной службы войск нацгвардии по Карачаево-Черкесии озвучили ранее на пресс-конференции. По словам руководителя ведомства, всего было изъято из-за различных нарушений 752 единицы оружия. У граждан республики в пользовании находится около 29 тысяч единиц оружия. Тему продолжит Светлана Акбаева. Отвечая на вопросы журналистов, Рашид Салпагаров подчеркнул, что вошедшие в состав отдела Росгвардии по Карачаево-Черкесии такие подразделения, как СОБР, ОМОН, лицензионно-разрешительная система и вневедомственная охрана давно зарекомендовали себя с положительной стороны. Если, например, берем СОБР, то он функционирует со дня образования, да? То есть принимал участие в горячих точках именно бойцы нашего СОБРа, да? Если по памяти сказать, точно могу ошибиться на 1 на 2, но только в одном отряде имеется 17 орденов мужества. Новое подразделение – только авиация. Рашид Салпагаров подчеркнул, что отдел Росгвардии по Карачаево-Черкесии укомплентован почти на 100% и работает в штатном режиме. Как вы все знаете, мы именно в части, касающейся раскрытия преступлений, задержания преступника, мы принимаем участие. То есть мы сами не занимаемся ни оперативной рассмотрительностью. На пресс-конференции озвучили итоговые цифры по каждому подразделению. С октября 2016 года ОМОН и СОБР привлекались к сопровождению силовых операций 148 раз. Это задержание опасных преступников, лиц, находящихся в розыске, обыске и не только. Центром лицензионно-разрешительной работы рассмотрено около 5000 заявлений. Зарегистрировано почти 22 тысячи владельцев оружия, у которых в пользовании находится более 28 тысяч единиц оружия. Если говорить о управлении местной охраны, то мы сегодня охраняем 2251 объект. На маршрутах патрулирования и на объектах пресечено административное правонарушение, это 412. Также на пресс-конференции подчеркнули, что войска Национальной гвардии Российской Федерации созданы для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Для этого, по словам начальника Рашида Салпагарова, в отделе Росгвардии по Карачаево-Черкесии созданы все условия. Светлана Акбаева, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Настало время погоды. Какой она будет завтра, узнаем из прогноза синоптиков Карачаево-Черкесии. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии ночью местами осадки, в виде дождя и мокрого снега. Туман днем в отдельных районах, слабый дождь. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду и порывы до 13-18. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 4, а днем 7-12 выше нуля. А в горах ночью до 6 градусов мороза, а днем до 6 тепла. В Черкесии ночью слабый дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду и порывы до 17. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, а днем 9-11 градусов тепла. Это «Вести» в прямом эфире, и мы и продолжаем. Сегодня Всемирный день театра. В Карачаево-Черкесии 5 национальных театров. Артисты радуют постановками на языках народов, населяющих республику. Так, Черкесский театр представил зрителям спектакль «Адиюх». На премьере побывала Александра Коваленко. Для того, чтобы приблизить зрителя к реальным событиям 18 века, на сцене драматического театра возведена башня «Адиюх». А чтобы актеры смогли проникнуться легендой, их репетиции проходили в песчаной старинной башне «Адиюх» на правом берегу Малого Зеленчука Хабецкого района. Не оставив ни единого свободного места в зале, зрители с нетерпением ждут начала премьеры. Одной из самых известных легенд Кавказа о красавице, чьи руки излучают свет. За любовь девушки, наделенной необычным даром, борются два молодых нарта – эгоистичный и жестокий псабыда, промышляющий воровством лошадей, а также добрый и отважный, солнцеподобный сосрука. Здесь мистика переплетается с реальностью. Вращая подиум – символ вечности, за сценой соперничества наблюдают боги – псадха и пака, которые спорят о завершении этой романтичной истории. Князь псабыда, навязав все же свою любовь, запирает жену Адиюх в башне, на отвесной скале, и она освещает в ночи путь своего мужа. Но чрезмерная жестокость и уверенность в себе привела псабыда к гибели. Актер Абазинского театра Эльдар Агачев признается, что быстро вжился в роль князя. Я изначально зашел в кабинет, где режиссер сидел, он сразу сказал – вот псабыда. Мне роль очень нравится, она даже мне чуть близка по характеру. Непростую судьбу главной героини Адиюх зал переживает вместе с актрисой Черкесского театра имени Мухарбека Акова Мариной Калмыковой. Я не ожидала, что мне эту главную роль дадут. И мне хочется до такой степени это раскрыть, показать, чтобы это было как бы правдоподобно. В постановке также были показаны отрицания нартами жестоких обычаев, сбрасывания стариков со скалы в плетеных корзинах, секреты сохранения поголовья скота, восстановление злаковых семян после неурожаев. За блистательную игру интернациональной группы актеров зал аплодировал стоя. Ребята молодцы. Ребята, все было, конечно, и первоначально. Мы с ними много работали, разминались. И мы дошли до какого-то уровня, который, мне кажется, так, ну, не стыдно. Правдивая игра актеров не оставила равнодушным ни одного зрителя. Зрители благодарны сегодня, очень благодарны. Все внимательно слушали. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Качагу имени Умара Алиева прошел традиционный вечер поэзии. Студенты вуза и учащиеся школы Карачаевска удивили всех присутствующих своими красочными выступлениями и богатым миром поэзии. Подробнее Алина Гезиева. Поэзия с самых начала ее существования считалась высшим родом искусства. Громкие фамилии, такие как Пушкин, Лермонтов, Есенин и многие другие, на слуху даже у маленьких детей. А для того, чтобы поэзия как искусство жило и здравствовало на протяжении всего существования человечества, ее необходимо помнить и обновлять благодаря новым зарождающимся талантам. Поэтому проведение конкурса чтецов в Качагу имени Умара Алиева уже давно стало традиционным. Силами Института филологии студенты, а также ученики школ освежают в памяти собравшихся шедевральные произведения признанных поэтов прошлых столетий и нашего времени, а также демонстрируют публике свои способности стихосложения на общепринятом русском и родном языках. Как всегда участвовали представители школ Голода Карачаевска, а также представители всех факультетов. Вечер, я думаю, удался. Директор Института филологии Хасан Лепшоков отметил, что главное в подобных мероприятиях – это стремление молодежи знакомиться с поэзией и литературой. Поэтому единогласно было принято решение не судить участников на конкурсной основе, а просто наслаждаться поэтическим вечером. Также особое внимание уделили иностранным студентам, которые, познавая основы русского языка, углубляются в его прекрасный мир поэзии. Небритые, с трясокшими губами, упрямо ждал он часа своего, и строчки на бумаге проступали, так письмена отдельно от него. С особой интонацией участники старались передать всю эмоциональность стихотворения и смысл, заложенный в него автором. Особенно порадовала присутствующих одна из самых юных участниц конкурса Марьеса Киева, которая наравне со студентами рассказала стихотворение, используя похвальные для своего возраста ораторские способности. В лучах огней прожекторов, как в фокусе храня улыбку, стоял скрипач, как жрец богов, бежав к щеке, рукой скрип. Конкурс чтецов, приуроченный к празднованию Всемирного дня поэзии, оставил теплые воспоминания о себе у всех присутствующих и подарил еще больше тепла и весеннего настроения. Алина Гидиева, Альберт Боцев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Таким был понедельник, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас премьера сериала «Две жизни». Приятного просмотра и ждите вести.